Детское радио представляет Дети все без исключения, академики с рождения Интересно детям знать про всё на свете Ква! Клуб весёлых академиков Здравствуйте, здравствуйте наши любознательные слушатели Сегодня вас ждёт путешествие в загадочный и малоизученный мир Льдов Глециология! Тема нашего сегодняшнего заседания Наука обо всех видах льда на Земле Глециологи! Вот эти смелые люди, не боящиеся холодов На нашей планете этих учёных не так уж много Ведь более половины жителей Земли никогда в жизни не видели ни снега, ни льда Тем интереснее и необычнее эта мужественная профессия Самые жаркие месяцы глециологи проводят не на пляжах, а среди вечных льдов В самых суровых областях Земли, природных холодильниках нашей планеты Эти отважные исследователи ищут и находят ответы на многие вопросы Что скрывают льды Антарктиды? Почему во льдах таится прошлая планеты? И почему лёд всегда пресный? Сегодня обо всём этом и многом другом Мы, благодаря глециологии, узнаем на нашем заседании Добро пожаловать в аудиторию, друзья Ребята, ребята, прошу тишины Не будем терять ни минуты Тема нашего сегодняшнего заседания настолько увлекательна и обширна Что мне хочется рассказать вам как можно больше интересного Тем более мне несказанно повезло, да? Много лет назад я сам участвовал в глециологической экспедиции на край Земли Спасибо, спасибо Итак, научное изучение ледников началось не так уже давно В середине прошлого века техника позволила, наконец, человеку пробраться в труднодоступные места планеты Множество экспедиций двинулось в Гренландию, Арктику, Антарктиду, в Царство Вечных Льдов Благодаря проведённым исследованиям мы узнали много интересного о владениях Снежной Королевы О, многовековые льды хранят в себе много интересного Например, недавно в Якутии обнаружили прекрасно сохранившегося во льдах десятилетнего мамонтёнка Это историческое животное предстало перед учёными почти в первозданном виде Представляете, сколько нового можно узнать благодаря этой находке? В другом леднике, на Алтае, была найдена мумия знатной девушки Её назвали принцессой Укока Вот сколько возможностей дарят галлицеологи своим научным собратьям-историкам Но где, где, спрашивается, расположены самые крупнейшие ледники планеты? Ну, конечно, на полюсах В Арктике и Антарктиде находится большая часть льдов всей Земли Но что же такое ледник? Это огромное количество льда, образовавшегося из снега, который сжат собственной тяжестью И ледник только кажется неподвижным На самом деле он постоянно движется, ползёт и наступает Возникнуть ледник может только в определённых условиях Каких? Снега должно накопиться больше, чем может растаять Теперь, надеюсь, понятно, почему основные запасы льда находятся на полюсах Но при этом лёд не одинаково холоден Да-да, в Гренландии его температура достигает минус 28 градусов Как и во многих наших городах зимой А вот в Антарктиде минус 60 градусов Такое вам, наверное, сложно представить А вот я, представьте себе Я там был Как вспомнил Так вздрогнула Но об этом позже, позже Количество воды в ледниках Земли в семь раз больше всех вод суши Если бы все льды растаяли То уровень мирового океана повысился бы на десятки метров Вы только вдумайтесь Три средних айсберга содержат в себе примерно столько воды Сколько находится в большой реке Такой, как, например, Волга Да, в общем, ледники Это не только белоснежные горы Это ценнейшие запасы питьевой воды В этих природных кладовых бережно хранится самая чистая на Земле вода И тут возникает к вам вопрос Айсберги образуются в соленых водах мирового океана Почему же лед в них оказывается пресным, а? Как так происходит? Но не беспокойтесь Об этом нам, я надеюсь, расскажет Петя Промогашкин Мой дерзновенный помощник Талантливый лаборант И просто замечательный парень Пройдемте в лабораторию, друзья А после я, как обещал, расскажу о своей экспедиции в Антарктиду И даже кое-что покажу в своем кабинете Но сейчас прошу всех на чердак Скорей, скорей! Ква! Ква! Клуб веселых академиков! Ква-ква-ква-ква-ква! Друзья, заседание нашего клуба веселых академиков продолжается И с вами я, профессор Семен Семенович Загорулько Еще несколько ступенек и мы окажемся на чердаке В нашей научной лаборатории Там мой юный друг, помощник Петя Промогашкин Расскажет нам о тайнах льда Промогашкин Петя может все на свете Превратить снежинку в пар, сделать в кубочке пожар Петина территория, научная лаборатория Петр, у вас тут настоящее царство снежной королевы Повсюду куски льда, да еще и разных цветов Надо же! А скажите, Петр, у вас случайно нет соленого льда? Вы меня разыгрываете, профессор Но я готов к подобным шуткам И заявляю со всей ответственностью Соленого льда не бывает Хм, а как же лед из океанской воды? Разве он не соленый? Профессор, при заверзании такая вода расщепляется на соль и на пресную воду Которая превращается в лед Соль естественным образом отделяется от льда И стекает с остатками незамерзшей воды Подтверждающий это опыт вы можете провести в домашних условиях Для этого вам надо взять подсоленную воду Налить ее в емкость и поставить в холодильник Через некоторое время вы обнаружите плавающий в воде кусочек льда Он будет пресным А незамерзшая вода станет еще более соленой Вот так Отлично, Петр! Это я и ожидал услышать Теперь вы поняли, ребята, почему айсберги, плавающие в водах соленого океана Это источники питьевой воды В этом и ценность льдов Они могут обеспечить нашу планету пресной водой на многие годы А сейчас проведем эксперимент для наших любознательных слушателей Я уверен, многие юные академики задавали своим родителям вопрос А почему улицы зимой посыпают солью? Взгляните, что происходит! Возьмем два кубика льда, вот так На один насыпем соли, а второй оставим без изменений И поглядим, какой лед быстрее растает Видите, лед, на который мы насыпали соль, начал таять Соль как бы разъедает лед Поэтому ее используют на зимних дорогах Чтобы обезопасить передвижение по ним людей и машин А сейчас я хочу предложить вашему вниманию несколько поделок изо льда Все эти эксперименты вы можете повторить, конечно, вместе с родителями Скажите, Петр, моя помощь вам понадобится? Нет, профессор Отлично! Тогда я, пожалуй, спущусь в кабинет и разыщу старинные фотографии Я очень надеюсь, что мне удастся не только рассказать вам, но и показать свою антрактическую экспедицию Как только закончите, спускайтесь в кабинет Непременно, Семен Семенович Что ж, ребята, профессор ушел А я предлагаю нам с вами изготовить ледяной аквариум Эта ледяная подделка будет прекрасным зимним украшением для улицы Нам понадобятся Искусственные водоросли, камушки, ракушки и пластмассовые фигурки рыбок Берем кастрюлю Маша, помоги мне Укладываем на дно камушки и растения Вот так Затем заливаем это все водой до середины И ставим в морозилку, или, если дело зимой, на балкон или на улицу Почему до середины? Мы сейчас заморозим половину нашей конструкции Потом на ее поверхность положим рыб и дольем воды Так создастся впечатление, что рыбы плавают, а не лежат на дне Ну вот, ставим все это опять в холод И ждем, пока на поверхности образуется тонкая ледяная кромка А пока займемся изготовлением других, не менее симпатичных ледяных фигур Я предлагаю вам сделать подсвечники У льда есть удивительное свойство Он отражает свет невероятными переливами и всполохами Поэтому свечи в ледяных подсвечниках будут смотреться очень красиво Нам понадобятся две емкости разных размеров Например, возьмем небольшую кастрюлю и банку Принцип создания такой В большую емкость ставится меньше А промежуток заливается водой и замораживается Так, берем большую емкость и наполняем ее водой до середины В моем случае это кастрюля Вот так В банку кладем любой утяжелитель Например, те же камушки И опускаем банку в кастрюлю Смотрите, между двумя емкостями образуется прослойка воды Это и есть будущий подсвечник Воду мы можем подкрасить акварелью И тогда лед получится цветным Или украсить блестками Как это делаю я Теперь всю эту конструкцию ставим в холод И ждем, когда замерзнет Затем освободим лед от кастрюли и банки И подсвечник будет готов А еще я приготовил сюрприз для девочек Изо льда можно сделать медальон небывалой красоты Делается он очень просто Берем маленькую емкость Заливаем водой Добавляем краски И украшаем драгоценностями Бусинками, пуговицами Или бисером и блестками Вот так А чтобы медальон можно было повесить Положим на краешек петлю из нитки Или цепочку Теперь поставим это в морозилку И будем ждать О, наш аквариум уже подернулся кромкой льда Сейчас я доложу в него рыбок Залью водой И поставлю на доморозку Все, готово Главное, постарайтесь Аккуратно извлечь ледяную подделку Из кастрюли Можем спускаться в кабинет К профессору А после Непременно взглянем еще раз На наши подделки Что ж Идемте вниз, друзья Ква Клуб веселых академиков Ребята Заседание клуба веселых академиков Продолжается Мы уже спустились вниз В кабинет профессора Скажет вам Любой ученый Кто наукой увлеченный Места в мире лучше Нет Чем научный кабинет А профессора тут нет Интересно Куда он подевался Да здесь Здесь По свойственной старикам Сентиментальность Я ношу с собой Старые фотографии Да Вот Решил показать вам Несколько Вот смотрите Я Да-да-да Это я Видите Еще с усами Рядом со мной Уже тогда Прославленный И известный Во всем мире Глициолог Леонид Дмитриевич Долгушин 101 год Прожил этот Неутомимый Путешественник И ученый Ничего себе Много-много Времени провел он В экспедициях В Антарктиде В горах Памира И Урала Вечврачи Категорически Запрещали ему Всяческие нагрузки Дело в том Что во время Великой Отечественной войны Он был ранен И осколок Навсегда Остался в теле Но это Не помешало Отважному Покорителю Севера Активно Трудиться На благо науки Славную жизнь Прожил Леонид Долгушин Он Можно сказать Один из Первых Российских Ученых Глициологов Да Вот и Другие Фотографии Я тогда Был юн И мало Что понимала Но воспоминания Об Антарктиде Врезались В память Мою На всю Жизнь Недавно Там было Открыто Подземное Озеро Восток А тогда О его существовании Мы только Догадывались Итак Что же По-вашему Представляет Из себя Антарктида Петр Это ледник Самый огромный На нашей планете Толщина Антарктического Ледяного покрова Кажется Пять километров Да Побывать в Антарктиде Почти то же самое Что побывать Не знаю На Марсе Вы только представьте Средняя температура Летом Достигает Минус Пятидесяти Градусов А зимой Все Семьдесят Градусов Мороза Но Внимание С чего же Начинается Ледниковая экспедиция Посмотрите На эту Фотографию Не могу понять Да Да Вот этот Взлохмаченный И растерянный Юноша Это я А вот Рядом Мешки Коробки Куча приборов И нужно было Позаботиться Буквально Обо всем О каждой мелочи Потому что Экспедиция Начинается Именно Со сборов В дальний Путь Совершенно Безлюдных Местах Не найдешь Ни гвоздя Ни булавки Все должно Быть продумано До мелочей Еще здесь На большой Земле Так А вот Вот Мы уже В Антарктиде Наш боевой Конь Ползет По леднику К станции Осторожно Обходя Трещины И разломы Ни одна Полярная экспедиция Не обходится Без транспорта Вот это Наш Вездеход А что это за домик На санях? О, это наш Передвижной домик В таком обычно Живут и работают Полярники Да Ну, хватит Лирических отступлений Вернемся К леднику В ходе экспедиции Нам предстояло Выяснить А материк ли Антарктида Или нет Есть ли Подо льдом Суша А как это сделать? Измерить Толщу ледника Во многих местах Пробурив Сквозь всю его Толщу Глубокие Скважины Ну, это Наверное, легко Это же не камень А вот тут Вы не правы Петр Бурить лед Дело Непростое Приходится Затратить много сил Прежде чем Скважина Будет готова Работы надо вести Беспрерывно Без отдыха И остановок Почему? Стоит только Ненадолго Оставить бур В скважине Как он Примерзает Ко льду И Пиши пропало А Я и не подумал В скважину Опускают Наконечник С сильным Нагревателем Который плавит Лед И он работает Почти Беспрерывно Вот это да Профессор А это что за фотография Почему изо льда Торчат Бамбуковые удочки Вы там что Рыбу ловили Какой же ты еще Желторотый Юнец Петр Ну прям как я В молодости Это не удочки Дружище Это Бамбуковые Разметки Чтобы всесторонне Изучить Ледник Нам приходилось Исходить его Вдоль И поперек А чтобы Не заблудиться Мы установили В заснеженных просторах Бамбуковые столбики Но почему бамбук? А ты сам подумай На ледниках часто Срепствуют сильные ветра И обычные деревянные реки Быстро ломаются А бамбуковые только гнутся Да? Именно Гнутся Но не ломаются Профессор А как же люди Выдерживают все это? Тот же Глециологи Полярники Это Это необычные люди Это герои науки Ни холодные штормовые ведра Ни метели Не могут сбить их с ног Отважные покорители льдов Не сдаются В тот раз Мы полностью Выполнили свою задачу Мы доказали Что Антарктида Это материк И что там внизу Подо льдом? Там, Петр Скрыта Чрезвычайно Сложная местность Это и высоченные горы И равнины Благодаря нашим И, конечно, другим исследованиям Стало ясно Что Антарктида В прошлом До оледенения Была крупным материком С горами и долинами Реками, озерами И внутренними морями И, возможно, Этот материк покрывала Теплолюбивая растительность Вот это да! Да-да-да Под тоннами антарктического льда Возможно, есть жизнь Некоторые исследователи Даже полагают Что ключ к разгадке Происхождения человека Спрятан именно В Антарктиде А может быть Это и есть Утраченная Атлантида Ведь расположена она так Как описано В древних книгах Одновременно В Атлантическом Тихом И Индийском океанах Но Это еще предстоит доказать Так что, друзья мои Будущие глицеологи Дело за вами Профессор, вы так интересно Рассказываете Что я точно пойду Учиться на глицеолога И тоже отправлюсь В Антарктиду Это замечательно, Петр Но Увы, время нашей встречи Подошло к концу Нам пора прощаться Хоть я и не успел Рассказать все, что хотел А-а-а-а Профессор А я еще обещал ребятам Показать результаты Наших ледяных экспериментов Можно мы прямо сейчас Поднимемся в лабораторию Конечно, конечно Только попрощайтесь С нашими радиослушателями До новых встреч В научном клубе, друзья До новых открытий И воспоминаний Дорогие академики И не забывайте Будущие науки За вами Дети Все без исключения Академики с рождения Интересно Детям Знать про все На свете Ква Клуб веселых академиков Клак-клак-клак-клак